Министерство образования может применить санкции к шести спортсменам из Молдовы, участвующим в соревнованиях БРИКС, российской версии Олимпийских игр. Десять детей уже четыре года ждут помощи от Майи Санду, обещанной, еще когда та ездила по стране в ходе предвыборной кампании на выборах президента. По крайней мере, так рассказывает многодетная мать. Историю семьи, живущей в крайней степени бедности, узнаете из выпуска новостей. По меньшей мере, два пожилых человека остались без крова после того, как подписали документы о дарении квартир чиновникам Главного управления социальной помощи и защиты семьи Прибельской мэрии. Примария Леовы отказывается принимать строительные работы дороги Леова-Бумбета. Мэр не согласен подписывать акт приема по проекту, в котором есть подозрения в коррупции. Министерство просвещения нашей страны выступило с угрозами в адрес шести спортсменов из Молдовы, которые участвуют в спортивных играх стран БРИКС, организованных Российской Федерации в качестве альтернативы Олимпийским играм, от которых Россия была отстранена. В официальном сообщении ведомство объявило, что затребовало разъяснений от соответствующих спортивных федераций, а именно от Ассоциации вольной борьбы Федерации дзюдо, Федерации самбо и Федерации художественной гимнастики. Как говорится в документе, если выяснится, что указанные профильные структуры делегировали спортсменов без разрешения министерства, они рискуют лишиться финансирования, а сами спортсмены могут быть исключены из состава национальных сборных. Как уточняет радио «Свободная Европа», в играх «Брикс» участвуют Вера Зоря, Эвелина Казаку и Анна-Мария Вакуловски в состязаниях по самбо, Элина Тарлева по художественной гимнастике, подзюдо Валерий Муравский, а Виктория Балахан по вольной борьбе. За комментарием мы обратились к председателю Федерации художественной гимнастики Виктории Федерюк, которая сообщила, что пока не получила какого-либо документа от Министерства просвещения и уточнила, что Элина Тарлева не входит и никогда не входила в сборную команду Федерации. Она не получала какого-либо разрешения от Федерации. Федерация никак не представлена на этих играх. Похоже, что они зарегистрировались другими способами, по своей инициативе, без участия в этом Федерации. После этого и я узнала из других источников, что есть так называемая спортсменка, которая представляет Республику Молдова в состязаниях по художественной гимнастике. «Мы направили обращение организаторам, чтобы они ее отозвали, поскольку у нее нет разрешения Федерации. Она не входит в национальную сборную, никогда не участвовала в каком-либо формате в национальных или международных состязаниях, организованных нашей Федерацией». Что касается угрозы Министерства о прекращении финансирования, то Виктория Федерюк на это заявила, что этого никто и не почувствует, так как денег от государства практически нет. «Гимнастика не то, что мало финансируется. Она недофинансируется. Не знаю, как вам сказать. Федерация художественной гимнастики, например, в этом году не получила ни одного лея от Министерства. А если и есть определенные средства, выделенные на гимнастику или спортивные соревнования на целый год, то они с трудом покрывают расходы на поездку на всего лишь одно соревнование для одного лишь спортсмена. В этом году на гимнастику Министерство выделило около 130 тысяч леев, и это в условиях, когда для поездки на чемпионат Европы или мира необходимо около 100 тысяч леев, рассказывает Виктория Федерюк, отмечая, что Федерация художественной гимнастики не смогла воспользоваться средствами из этой суммы. «Мы пытались получить комментарии в других федерациях, но на наши звонки никто не ответил. На своей странице в Фейсбуке Федерация подзюдо признала ложной и ошибочной появившуюся в прессе информацию о том, что спортсмен национальной сборной будет участвовать в соревнованиях БРИКС в России». Также мы позвонили министру просвещения Дану Перчуну, чтобы выяснить, какие законы нарушили эти спортсмены и на каком основании они могут быть наказаны. Кроме того, мы хотели выяснить, может ли быть применена в данном случае статья об измене Родине, однако министр не ответил на наши звонки. Глава прислужбы ведомства Наталья Порубин рекомендовала нам направить вопросы в письменной форме, пообещав на них ответить. Ко времени подготовки сюжета к эфиру ответ от нее мы так и не получили. Как следует из материалов, опубликованных в СМИ, некоторые из названных спортсменов являются медалистами мировых и европейских чемпионатов в последние годы. Добавим, игры БРИКС проходят в этом году в городе Казань, столице субъекта Российской Федерации Республики Татарстан. Адвокаты Илона Шора просят от Великобритании, США и Канады представить факты, доказывающие, что и сам политики Блок Победы причастны к действиям, якобы направленным на дестабилизацию ситуации в Молдове. Как заявили об этом ранее представители вышеназванных трех государств, по причине чего они включили Илона Шора в санкционный список? Мы категорически не согласны. Мы считаем, что данная информация США, Великобритании и Канаде была предоставлена Кишиневским правительством и является ложной и неподтвержденной со стороны тех людей, которые дали информацию этим государствам. Именно поэтому мы запросили информацию, на основании которой и были сделаны эти заявления и сообщения. И какова роль Республики Молдова в разработке этих сообщений? Аурелию Каленко говорит, что команда адвокатов Илона Шора намерена открыто продемонстрировать, что деятельность молдавской оппозиции осуществляется в соответствии со всеми основными принципами демократии. Мы докажем, что информация, распространяемая властями Республики Молдова, является ложной и не соответствует действительности. Мы докажем так же, как мы доказали и в случае со свидетелем по основному делу, который скрывался в США. Мы доказали, что представленная им информация не соответствует истине, как и здесь. Мы работаем, чтобы и в этой ситуации все было доказано. Ранее адвокаты подали ходатайство в суд Европейского Союза с просьбой отменить санкции, введенные ЕС в отношении Илона Шора и Марины Таубер по настоянию кишиневских властей, которые заявили, что они якобы угрожают безопасности и стабильности Республики Молдова. В своем письме представители ЕС отмечают, что имеется 14 документов, подтверждающих переписку сообщества с Кишиневым относительно введения ограничений в отношении Илона Шора. Вместе с тем, как указывает ЕС, значительная часть из них не может быть обнародована. В ответ на это адвокат Аурелио Каленко заявил, что отказ предоставлять документы в целях защиты отношений с молдавским правительством еще раз подтверждает, что санкции были введены по требованию Молдовы как инструмент подавления любой политической оппозиции. Адвокаты утверждают, что европейские санкции против их клиентов представляют собой злоупотребление властей со стороны Евросоюза. И что таким образом фактически оказывается помощь кишиневским властям по преследованию политической оппозиции. В прошлом году Кабмин внес изменения в законодательство, чтобы Молдова могла применять международные санкции в отношении некоторых государств, а также собственных граждан. Недавно депутаты ПДС проголосовали за законопроект, который предлагает лишать молдавского гражданства тех, кто попал под действие международных санкций и ограничений. Инициатива правящей партии подверглась критике со стороны ряда лидеров общественного мнения, которые заявили, что лишение молдавского гражданства на основании подобных санкций противоречит как национальному законодательству, так и международному праву. Компания Мета разблокировала некоторые аккаунты, включая страницы в сети Инстаграм депутата Марины Таубера и Алексея Лунгу. Об этом пятому каналу сообщил адвокат Аурелию Каленко. По его словам, решение об активации аккаунтов было принято после критики и обвинений в том, что данная платформа применяет цензуру и поддерживает правительство Молдовы в подавлении оппозиции. Это произошло после того, как адвокаты из Молдовы и США начали действия по сбору доказательств по поводу закрытия аккаунтов. Думаю, они посчитали, что нет необходимости в ситуациях судебного характера. А мы серьезно хотим обратиться в суд против компании Мета. Я думаю, что они решили, что будет лучше разблокировать эти аккаунты. Напомним, 6 июня страницы в сетях Facebook и Instagram лидера Блока Победы Илона Шора, независимого депутата Марины Таубер, председателя партии Шанс Алексея Лунгу, а также Башкана Гагаузи Евгений Гуцул были заблокированы компанией Мета. В службе информации и безопасности сообщили, что еще в 2023 году они проинформировали компанию, управляющую социальной сетью Facebook, о том, что аккаунты в этой сети используются некоторыми людьми для распространения дезинформации и пропаганды в интересах России. При этом СИП не привел никаких конкретных аргументов, какого рода была эта дезинформация, а также не предоставил доказательств, подтверждающих свои подозрения относительно происхождения денег. До сих пор ни одна правовая госструктура Республики Молдова не представила никаких доказательств об источнике финансирования, выступая в публичном пространстве лишь с обвинениями и подозрениями. Политик Илон Шор неоднократно заявлял, что деньги, которые он использует в различных политических проектах, имеют законное происхождение. Ранее представители Блока Победа заявляли о политическом давлении, которое выражается в возбуждении уголовных дел на активистов, в арестах и обысках, снятии кандидатов с выборов. Мы попросили Службу информации и безопасности прокомментировать решение компании МЕТА о разблокировании в Инстаграме страниц депутата Марины Таубера, а также Алексея Лунгу, но ответа пока не получили. Компания, руководимая Марком Цукербергом, не раз подвергалась критике за сотрудничество с авторитарными правительствами различных стран обвинялась в цензуре оппозиционных сил и подавлении критических мнений. В этой связи адвокаты Илона Шора обещают продолжать борьбу за свободу слова в стране и требуют разъяснения в отношении действий СИБа и МЕТА в этом деле. Представители власти должны говорить о единстве, а не делать заявления, которые приводят к разногласиям. Так депутат ПДС Олеся Стамати прокомментировала скандальные заявления своего коллеги по фракции Уазу Нантоя о красивых молдаванках, которые могли бы обслуживать российских солдат в публичных домах. Стамати отказалась комментировать оскорбительные заявления, но отметила, что в последнее время наблюдается тенденция к радикализации и к отнесению мнений, с которыми мы не согласны, категории неправильных. Об этом Стамати сообщила в рамках передачи на эксклюзив ТВ. Заседания фракции еще не было, мы пока это не обсуждали. Я думаю, что как общество, так и мы, чиновники, должны стараться передавать послания единства, а не разногласий. Это то, как я вижу вещи и как я их чувствую. На данный момент геополитические обстоятельства, в которых мы находимся, делят нас на черных и белых. Серого нет. Таким образом, мы все чаще наблюдаем тенденцию к радикализации и отнесению мнений, с которыми мы не согласны, категории неправильных. Если у вас мнение отличное от моего, то оно неправильное. Я против такого. Я бы хотела, чтобы мы все имели право на выражение мнения. Пока очевидно, что мое право заканчивается там, где начинается ваше. Пока мое мнение не оскорбляет кого-то, я выражаю свое право на мнение. Но пока как-то так. Депутат ПДС Уазу Нантои сказал с трибуны парламента, что в условиях русского мира в Молдове у красивых молдаванок появится блестящая перспектива за рубли обслуживать русских воинов-освободителей в публичных домах. Оскорбительные заявления прозвучали после того, как несколько танцоров ансамбля «Жок» приняли участие в международном мероприятии в Санкт-Петербурге, где также присутствовали представители Блока Победа. Слова Нантои осудили многие политики, а некоторые из них призвали применить к депутату санкции. Всего через четыре дня после инцидента под давлением депутатов-социалистов вице-председатель законодательного органа и депутат ПДС Дойна Герман сказала, что на следующем заседании платформы женщин-депутатов она попросит Уазу Нантои извиниться за сделанные им заявления. Уазу Нантои пока никак не прокомментировал это. А партия действий «Солидарность» не выступила с официальной позицией но нет таких преступлений. Москва отреагировала на заявление, подписанное США, Канадой и Великобританией, в котором Россию обвиняют в заговоре с целью повлиять на осенние выборы в Молдове. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова выступила с заявлением опровергающим обвинение. Ну и в основе этого всего я имею в виду по сути самого этого заявления, конечно, это переворачивание вещей, с ног на голову и вообще отказ от какого-либо здравого смысла. Ничего нового не прозвучало. Это, с одной стороны, избитые русофобские штампы, с другой стороны, голословные, бездоказательные обвинения нашей страны во всех бедах теперь еще Молдавии. На прошлой неделе США, Великобритания и Канада обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс в Республике Молдова в контексте президентских выборов и референдума, запланированных на осень этого года. В совместном заявлении три страны осудили критику в адрес президента Санду и правящей партии действия «Солидарность». Угроза особенно актуальна в этом году, когда сотни миллионов избирателей в Европе и Северной Америке голосуют на национальных, региональных и местных выборах, говорится в декларации. Напомним, 20 октября в Молдове состоятся президентские выборы и конституционный референдум, касающийся интеграции в Европейский Союз. Государственным терроризмом назвал адвокат Михаил Гавтон инцидент с самолетом Ереван-Кишинев, который дважды разворачивали обратно то в Бухарест, то в Ереван, прежде чем он смог приземлиться в Кишиневе. В Молдове были обязаны принять этот борт как с точки зрения безопасности людей, так и исходя своих международных обязательств, заявил Гавтон в эфире программы Пульс. Я бы квалифицировал это как терроризм на государственном уровне. Объясню, почему. Здесь есть и юридические вопросы, и технические моменты. Когда самолет взлетает, это, наверное, каждый школьник знает, он берет определенное количество топлива, столько, сколько ему нужно, чтобы долететь из пункта А в пункт Б. А в данном случае из Еревана в Кишинев, плюс небольшой запас на случай, каких-либо ситуаций. Орган гражданской авиации Молдовы объяснил свое решение тем, что за три дня до этого не был подан запрос на утверждение. Я принимаю такой аргумент. Хорошо, будем исходить из того, что это имело место. Но самолет уже вылетел из Еревана. Он руководствуется определенными техническими структурами. Осуществляется взаимодействие между соответствующими странами, между компаниями, между пассажирами. Они руководствуются определенными законными нормами, признанными Арменией, Кишиневом. Они руководствуются международными нормами, признанными Республикой Молдова, которая подписала конвенцию о международной гражданской авиации. И даже если при вылете этого самолета что-то было нарушено и не соблюдена процедура, Кишиневский аэропорт был обязан принять это судно. А если бы не хватило топлива, когда самолет перенаправили в аэропорт Бухареста, задался вопросом Михаил Гавтон. Выдвинутые впоследствии версии про сообщение о заложенной бомбе и так далее, Гавтон считает попыткой властей как-то выйти из этой истории с чистыми руками. В свою очередь депутат от блока коммунистов и социалистов Богдан Цирдзе назвал представленные Кишиневым объяснения абсурдными. Он уверен, что в инциденте с самолетом Ереван-Кишинев прослеживается политическая подоплека. Если бы это авиасудно не вписывалось в правовые рамки, у него бы не было разрешения на вылет из Еревана, разрешение на взлет и посадку. Оно не смогло бы даже взлететь. Это первый момент. Второе, если бы таких рамок не было, он не смог бы пролететь через целый ряд государств, через их территории, через Турцию и так далее. И в-третьих, если этот борт уже прибыл на территорию Республики Молдова и вы говорите, что для его посадки нет правовых рамок, нет предварительного разрешения, то как вы его тогда направляете в Бухарест? Что, в Бухаресте есть такое разрешение? Это просто нонсенс. И это преступление, если, не дай бог, на борту этого самолета заложена бомба, а вы не разрешаете ему приземлиться и направляете его к соседям? Вы вообще здоровы? Вы рискуете здоровьем собственных пассажиров. Вы вовлекаете Республику Молдова в международный скандал, перенаправляя самолет с заложенной бомбой в другое государство. Каждый раз, когда приземлялись самолеты с пассажирами, которые были на определенных политических мероприятиях, определенных политических сил в Москве, каждый раз их либо задерживали, либо обыскивали, либо унижали, не давали разрешения на пребывание на территории Республики Молдова, рвали паспорта. И здесь вы можете очень четко увидеть политическую мотивацию. Президент хочет представить в роли великого борца в гибридной войне и с гибридными атаками со стороны Кремля. В ходе дискуссии участники программы обсудили и другие вопросы. Например, приближающийся референдум о евроинтеграции и евроинтеграционные перспективы нашей республики. Что получит Молдова, вступив в Евросоюз, и что получит ЕС, приняв Молдову в свои ряды. Нам нечего дать Европейскому Союзу. Это действительно так. Кроме, как я считаю, золотых людей, которые трудятся в селах и городах, простых людей, что у нас еще из богатств мы имеем? Землю. И все. Давайте посмотрим, что происходит на Украине. На Украине есть что взять. И что происходит с землей на Украине? Большая часть украинской земли уже куплена иностранными компаниями, европейскими и американскими в первую очередь. Они ею уже владеют. Давайте не будем забывать политику ЕС, которую они испортили с мигрантами, когда была Ангела Меркель в руководстве. Хорошо, мы восполним недостаток рабочей силы у европейцев, а кто не знает, население Европы в основном очень старая социальная и экономическая точка зрения. Для них удобно, чтобы наша молодежь ехала в Европу и пополняла их нацию. Но что мы будем делать с нашей землей, с нашей рождаемостью? Вот в чем выгода европейцев. По словам Богдана Цирди, под давлением европейских и американских партнеров Республика Молдова потеряла российский рынок, дешевый российский газ, российское топливо и, что самое важное для нашего агросектора, российские удобрения, которые в 4-5 раз дешевле западных. При этом сами европейцы активно покупают все это у Российской Федерации. Даже сейчас Германия, не знаю, знаете ли вы или нет, у нее где-то в 9 раз вырос импорт минеральных удобрений из Российской Федерации. В Германии в 9 раз в 2023 году. Импорт жиженого газа Европейский Союз импортирует 14% газа из США и 15% из России. Вот в чем проблема. Мы тоже имеем свои экономические интересы. У нас 300 тысяч граждан в Российской Федерации. Именно там дешевый газ нравится или нет, но там он находится. Там рынок, куда мы еще можем продать 200 тысяч тонн яблок. Куда? А они что делают? Они отрезали нас от всех восточных рынков. От всех. С Китаем рассорились, с Россией мы находимся в состоянии войны, с Белоруссией тоже воюем. А Белоруссия что вам сделала? Участники программы отметили, что действующая власть сделала Молдову частью нынешнего глобального конфликта, что сказалось и на национальной экономике, и на благосостоянии граждан. Республика Молдова, по их мнению, должна придерживаться политического и экономического нейтралитета. Без этого, как отметил Богдан Сырдзе, мы просто не выживем как государство. Представители власти пока никак не отреагировали на эти заявления. Ранее же санды и члены ПДС объясняли свое враждебное отношение к России с событиями в Украине и якобы осуществляемой Россией попытки дестабилизации в самой Молдове. Глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Дроголин отказалась предстать перед парламентской комиссией по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету, чтобы предоставить подробности о ходе расследования по делу Татьяны Радукану. В письме на имя председателя комиссии Вероники Рожка обнародованном ньюсмейкер Дроголин подчеркнула, что прокуратура независима от законодательной исполнительной и судебной власти, вмешательство в ее деятельность запрещено. С уважением сообщаю вам, что не могу принять приглашение предстать перед юридической комиссией. Прокуратура независима от законодательной исполнительной и судебной власти, от любой политической партии или общественно-политической организации, а также от других учреждений, организаций или лиц. подчеркивается в письме Вероники Драголин в адрес юридической комиссии. Там же глава прокуратуры по борьбе с коррупцией утверждает, что возглавляемое ею учреждение уже предоставило парламенту всю информацию о Татьяне Рыдука, но если у депутатов возникнут другие вопросы, они могут задать их в письменном виде. Вероника Драголин добавила, что прокуроры могут предоставлять информацию, представляющую общественный интерес, но это не означает предоставление объяснений или обоснований по принятому решению или разъяснению процессуальных моментов, связанных с ходом дела. Политики должны воздержаться от приказов к системе правосудия, и этот факт подтвержденный Конституционным судом, говорится в письме за подписью Драголин. Напомним, что бывший судья и бывший член комиссии по вэтингу и привэтингу Татьяна Рыдукано подала в отставку в середине мая после того, как в публичном пространстве появилась информация о ее якобы связях с Вячеславом Платоном и Илоном Шором. Татьяна Рыдукано отвергла все обвинения, в то же время Платон и адвокат Илона Шора Аурелию Каленко опровергли опубликованную информацию. Последний утверждает, что не общался с Рыдукано с 2014 года. 13 июня антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы расследовать предполагаемые незаконные коррупционные действия. По ранее предоставленной прокуратурой информации в этом деле фигурирует Татьяна Рыдукано. Комиссия по предварительной проверке выразила надежду, что обвинения, предъявленные судье, будут тщательно расследованы в соответствии с принципами справедливого судебного разбирательства. Да. Бужарян отметил, что ждет завершения расследования и предоставления убедительных доказательств того, что при строительстве этого важного объекта национальной инфраструктуры не имело места хищения государственных средств. Бужарян подчеркнул, что любой прием по окончании работ должен и может проходить с участием членов комиссии, в том числе представляющих местное публичное управление, на территории которого проводились работы. В этой связи мы оставляем за собой право оспорить законность процесса приемки и не участвовать в нем до тех пор, пока не будет проверена техническая документация, смета расходов по контракту на выполнение работы соответствующие документы, а также до вынесения решения по уголовному делу, возбужденному по этому проекту антикоррупционной прокуратурой, добавляет Бужарян. «Мы попросили Министерства инфраструктуры прокомментировать эти заявления и сообщить, что это будет означать на практике, но представители ведомства сказали нам отправить письменный запрос, который будет направлен в том числе в госадминистрацию дорог. К этому моменту ответ мы пока так и не получили». Ранее примар города Лиова Александр Бужарян обратился к президенту Майи Санду с просьбой обязать министра инфраструктуры Андрея Спыну обнародовать контракты на строительство подъездной дороги к КПП Лиова-Бумбета и приложение к ним со всеми подписями. Примар сказал, что эта дорожная артерия, которая является объектом уголовного расследования со стороны антикоррупционной прокуратуры, может стать первым в Молдове музеем коррупции под открытым небом. Санду не ответила на обращение Бужаряна. В конце прошлого года антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в отношении чиновников из госадминистрации дорог. Объектом расследования стало мошенничество в ходе строительства. Последствия обвинения были предъявлены сотруднику госадминистрации дорог, а также руководителю учреждения. Последний все обвинения отрицает. После этого СПИНУ рекомендовал антикоррупционной прокуратуре заниматься ворами, а не расследовать, как ведется строительство дороги. В ответ Вероника Драголин рекомендовала министрам заниматься министерствами, которыми они руководят и позволить прокурорам выполнять свою работу. Добавим, строительство подъездной дороги к КПП Лиова-Бумбета началось два года назад. Первоначально стоимость проекта оценивалась в 250 миллионов леев. Затем сумма была увеличена еще на 30 миллионов. Как минимум два пожилых человека остались без крова после того, как подписали документы о дарении квартир чиновникам Генуправления социальной помощи и защиты семьи при мэрии города Бельце. Об обысков по нескольким адресам сотрудники НЦБК задержали начальника отдела управления на 72 часа. По данным прокуратуры, в 2022 году ответственные лица в управлении социальной помощи нотариально заверили доверенность, по которой они уполномочили социального работника распоряжаться всем имуществом человека, который находился на учете у опекуна в связи с физическим и психическим заболеваниями. По этой доверенности социальный работник был назначен единственным наследником всего имущества этого человека, а его действия были направлены на незаконное отчуждение принадлежащего тому недвижимого имущества. В НЦБК также сообщили, что в другом случае те же чиновники, воспользовавшись тяжелым положением другого получателя социальных услуг на дому, составили и заверили доверенности договоры пожизненного содержания, по которым владелец доверил им право пользоваться своим имуществом. Центр по борьбе с коррупцией и прокуратура также изучают случай с передачей 5000 евро сотрудникам профильного управления Бельской мэрии, лицам, принимающим решение в подразделении. Согласно материалам дела, деньги якобы были запрошены начальством сотрудника в обмен на неразглашение якобы совершенных им противоправных действий. Мэр города Бельца Александр Петков сообщил пятому телеканалу, что речь идет о бывшем сотруднике примарии и что генеральное управление соцпомощи больше не существует в этом учреждении. В результате обысков было изъято несколько улик, имеющих отношение к делу, в том числе договор об отчуждении имущества с условием пожизненного содержания владельца, договор купли-продажи, доверенность, носители информации и три досье получателей соцпомощи. Расследование ведется под руководством Бельской прокуратуры в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением. Население Молдовы стремительно быстро стареет. Согласно данным, предоставленным экономистом Вячеславом Иоаннице средний возраст жителей страны достиг 41,5 года, что на 0,6 года больше, чем в 2023, когда средний возраст составлял 40,5 лет. С момента провозглашения независимости средний возраст населения увеличился более чем на 9 лет. Старение постоянного населения обусловлено тремя основными факторами – крайняя низкая рождаемость, миграция молодежи за рубеж, – рост продолжительности жизни. Третий фактор является положительным, так как качество жизни и современная медицина привели к значительному росту продолжительности жизни. Но первые два фактора представляют собой огромную проблему для Молдовы, подчеркивает экономист. По словам Иоаннице, наибольшую тревогу вызывает то, что за последние два года процесс старения населения ускорился. Если в предыдущий период средний возраст населения Молдовы каждый год составлял 0,1-0,2 года, то, начиная с 2000 года, этот показатель увеличился до 0,3 года, а к 2022-2023 годам достиг невиданных в нашей истории уровней, в 2-3 раза превысив традиционный средний, поднявшись до 0,6 года, пишет экономист. Вячеслав Иоаннице также отметил, что в настоящее время Молдова сталкивается и с самой большой волной миграции за всю свою историю. Уровень рождаемости также опустился до рекордно низкого уровня. А последние данные Национального бюро статистики показывают, что Молдове грозит депопуляция. Согласно официальным цифрам, в прошлом году число умерших превысило число родившихся почти на 10 тысяч человек. Вот уже 4 года 10 детей из семьи негру в селе Фундул-Галбине и Ханчешского района ждут, когда же они получат школьные рюкзаки и помощь, обещанную Майей Санду в ходе ее предвыборной кампании. Все еще надеется на то, что президент сдержит свое обещание и мать детей, которая, несмотря на трудности, родила в стране с демографическим кризисом семерых девочек и трех мальчиков. Расскажу, что 4-4,5 года назад она к нам приезжала. Это было в преддверии того периода, когда дети идут в школу, и она привезла тогда по одному рюкзачку лишь трем детям. Пообещала тогда нам, что поможет. Она была с группой молодых людей. Это было в тот год, когда она еще не была президентом. Тогда она была министром образования и пообещала мне, что позаботится и поможет, будет приезжать чаще. Но она так и не приехала и не помогла. Ничего. Ничем не помогла с тех пор. «Прошло 4 года. Мандат Майи Санду подходит к концу, и вскоре начнется новая кампания, в ходе которой глава государства вновь отправится по стране за поддержкой граждан. Семья рассчитывает, что, по крайней мере, на этот раз они получат хоть что-то, кроме обещаний». «Мы как-то даже подумали поехать и попросить о небольшой помощи, но не решились. Мы не можем, нам стыдно, мы не смеем просить о помощи. Другие идут и просят, но мы подумали, что, может быть, нам помогут. Это в первую очередь в новом доме. Тот, в котором они сейчас живут, находится в плачевном состоянии». «Дом в аварийном состоянии. Думаю, если еще несколько дней будет идти дождь, он полностью обрушится. Из-за дождей все размывает, и дом проседает. Это очень опасно. Мы даже детям не позволяем здесь играть. Лучше в саду. Когда провожаем их в школу, идем вместе с ними до ворот». 12 человек теснятся в двух комнатах, которые родители обустроили, как могли, чтобы обеспечить детям максимально возможный комфорт. «Больше всего денег в семье зарабатывает мама. Но оклада няни в сельском детском саду едва хватает на еду. У мужа проблемы со здоровьем, поэтому его вклад в семейный бюджет не так велик, как хотелось бы. Пособие, которое семья получает на детей, составляет 4000 леев». «На коммунальные услуги уходит 2000 леев. Зимой еще больше. Много платим за свет. Ставим обогреватель в другой комнате. В этой комнате мы все не помещаемся. И если двое детей идут в другую комнату, то там включаем обогреватель. Из повседневной еды – суп. В хозяйстве есть две козы, которые дают молоко». «У нас две козочки. По утрам и вечерам их доем. По 2-3 литра молока в день имеем. Утром варю детям кашу. Иногда младшим даю кипяченое молоко. В семье есть и другое животное. Ослица Соня, которая вот уже почти 20 лет заменяет им машину». «Вы мечтали о машине? Ну, разве что мечтала. Желаний много, и самые красивые не сбываются. Виорика признается, что у нее и нет времени мечтать. Проблем так много, и они так велики, что грезить о чем-либо не представляется возможным. Сейчас, например, нужно готовить младших детей к школе. Возможности ограничены, а значит, покупают лишь самые необходимые канцелярские принадлежности. И речи быть не может о планшетах или смартфонах. Кисточка, гуашь, ножницы и все. Малышке хотелось бы и розовый школьный ранец, куда она могла бы складывать все свои школьные принадлежности, и которые она до сих пор ждет». Мэр села Балдурешты Никанор Чокине, подозреваемый в том, что, находясь за рулем своего автомобиля, насмерть сбил 14-летнего ребенка из того же населенного пункта, а затем скрылся с места происшествия, в среду был доставлен в суд на повторное слушание. Но и это заседание было отложено на другой день. Прокурор по этому делу Александр Ботнер считает, что просьбы о переносе были поданы намеренно, чтобы обвиняемый мог избежать наказания. «Действительно, ходатайство адвокатов о переносе предварительного слушания было удовлетворено. Суд счел необходимым, чтобы не были нарушены некоторые права подсудимого. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше». Адвокат семьи, сбитого насмерть несовершеннолетнего, считает, что дело намеренно затягивается. Дарин Подлисник убежден в том, что и следующие слушания будут перенесены. «Мы считаем, что есть все основания полагать, что рассмотрение этого дела намеренно затягивается. Или это позитивная обязанность каждого участника – ознакомиться с материалами дела тогда, когда завершится уголовное расследование, и не использовать подобные уловки повторно в судебной инстанции». На заседании присутствовала и мать погибшего под колесами мальчика. Убитая горем женщина прижимала к груди фотографию сына. Она не захотела общаться с прессой. Напомним, что страшная авария, унесшая жизнь 14-летнего ребенка, произошла 19 февраля на въезде в село Балдурешта Неспаренского района. Водитель скрылся с места происшествия и был задержан на следующий день после ДТП. Мэр свою вину отрицает. Национальная федерация конного спорта отреагировала на новость о том, что наша спортсменка Алина Глинка может быть дисквалифицирована с соревнований по конному спорту на Олимпийских играх в Париже из-за положительного результата теста на допинг. В заявлении федерации говорится, что расследование по этому делу все еще продолжается и окончательное решение будет вынесено 24 июня. Мы ждем решения властей, а пока мы предлагаем в этот период Алисе Глинке нашу полную поддержку, говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях. Там также упоминается, что если спортсменка будет дисквалифицирована, федерация определит другого спортсмена, который работает над достижением минимальных технических стандартов, необходимых для олимпийской квалификации. Некоторые специализированные сайты пишут, что единственный кандидат, кто может это сделать, Татьяна Антоненко. Однако у нее пока нет минимального результата для квалификации. Таким образом, если результат не будет достигнут на двух разных международных турнирах до 24 июня, то в этом случае место для участия в Олимпиаде перейдет к Венгрии. Поскольку в Молдове есть только один спортсмен, допущенный к этой дисциплине. Всего, по данным МИДа, на Олимпийские игры в Париж поедут 13 спортсменов из Молдовы. Напомним, во вторник спортивный сайт евродрессаж.ком написал, что Международная федерация конного спорта дисквалифицирует Алису Глинка. Комментариев от нее по этому поводу пока не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова